Пустозерский дом-интернат, окружная больница и родильное отделение. Эти учреждения в ходе официального визита в наш округ посетил член Совета Федерации, председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский. Состояние дел в социальных учреждениях он обсудил с Фрио главы региона Игорем Кошиным. Делегация посетила окружную больницу и родильное отделение, где сенатор пообщался с медицинским персоналом и пациентами. Проблемы у окружной больницы существуют давно. Это переполненные палаты, больные лежат даже в коридорах, и очередь на лечение. Да, действительно, есть такая проблема, и коридоры в палате переполнены. Это же еще потом, в общем, там очень много еще стоят на так называемой очереди, чтобы просто попасть, учиться, прокапаться в сельских наших населённых пунктах. Поэтому мы говорим о следующем. Мы старца подозрели нах, сделать обестройки, на сегодняшний день просто досады, с ней, значит, структурное решение. Я надеюсь, что, ну, вот сейчас уже, где-то, мы выйдем. Особенное внимание уделили пустозерскому дому-интернату в поселке Искателей. Учреждение располагается в переоборудованном 27-квартирном жилом доме. Сегодня здесь проживает 75 инвалидов. Второй этаж полностью занимают лежачие больные. Основная проблема дома-интерната – здание, которое не отвечает требованиям и нуждам. Конечно, за счёт очень хорошего отношения к этой проблеме дом-интерната, конечно, из того, что там есть, вы выжили максимум. Но на сегодняшний день, на сегодняшний день, конечно, он не соответствует. Он не такой уже современной реалии, потому что ни один инвалид там самостоятельно не въехать, не выехать, не проехать. Виной всему узкие коридоры, отсутствие лифтов и невозможность сооружения подъёмников на лестницах для колясочников. С 1 января 2014 года полномочия по управлению домом-интернатом вернулись в Ненецкий округ. Поэтому сегодня руководство учреждения ждёт помощи от власти. В рио главы региона Игорь Кошин заверил, Пустозерский дом-интернат – один из приоритетных социальных объектов. Работа в этом направлении уже ведётся.